В Китайской Народной Республике в городе Шиньян прошел второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Губернатор края обозначил, что Приморье намерено увеличить экспорт в Китай целого ряда продуктов. В 2023 году с открытием границы мы активно начали восстанавливать наши связи с Китаем. Представьте, совместная работа по итогам прошлого года торговый оборот между Китаем и Приморьем вырос на 14% и составил 8,6 миллиардов долларов. Это почти половина торгового оборота Дальнего Востока России и Китая. Приморье – это худнейший мультимодальный контейнер-хаб. Здесь обрабатывается каждый второй морской контейнер России. Приморье готово предложить бизнесменам Китая конкретные проекты для инвестирования, а также преференциальные режимы. Приморье китайские компании уже воплощают в жизнь более 40 инвестиционных проектов в сфере лесопереработки, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, машиностроения и строительства. Мы видим большой приток китайских инвестиций в сельское хозяйство. И у нас большая перспективная площадь, ранее занимаемая под рисоводством, которое требует миллиарации, который предоставит инвесторам из Левлина или других провинций до 30 тысяч гектаров для выращивания леса. Также в приборе выпускает чистую экологическую продукцию, кукурузу и соль. С учетом высоких экспортных кошель, приглашаем китайских бизнесменов инвестировать в строительство завода по переработке. В завершении выступления Олег Кожемяка пригласил китайские власти и бизнес-сообщества принять участие в инвестиционно-промышленном форуме, который состоится во Владивостоке 25 ноября. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова